Я не доверяю, что это оттарка соскоса. Насколько вы знаете, что были группы, не разговаривали все эти статьи, были не на части, пока не доказали. 20 июля, город Новосибирск, протестная суббота, площадь Ленина. Как всегда, в 12 часов здесь встал пикетчик за свободу Марии Пономаренко, журналистки, политзаключенной. Владимир, почему ты выходишь за Марию? Ну, Мария Пономаренко уже известна как общественный активист, журналистка, блогер. Она боролась со социалопотреблениями властью за финансовые преступления чиновничества Алтайского края. И одно из выступлений последних лет ее было о жестоких методах ведения войны в Украине. Ей вменяют в вину, что это дискредитация российской армии, что якобы эти факты, они являются фейковыми и отражают неправильное представление. Ну, одним словом, эти судебные подходы позволяют держать ее уже немалое время вне ее мати двух детей, вне свободы, с нарушениями правил содержания, при ухудшающемся здоровье. И я сейчас смотрю на это самое, вспоминаю очень многих еще в нашей стране людей, которые, женщин причем, которые ушли из жизни вот на волне этих судебных процессов. Вспомним и Политковскую, и Старогойтову, и Славину, и Стемирову. Это дико слышать в наше время, что лучшая половина человечества оказывается наиболее подверженной судебному преследованию. Вот поэтому я тут и здесь. Ну, по большому счету, таких особых протестных мероприятий у нас сейчас проводить очень проблематично. Все задавливается на корню, но те люди, которые выходят, мне вызывают глубокое, скажем так, уважение и симпатию глубокую. Выхожу каждый раз, чтобы их поддержать. Тем более у меня очень сильно болит душа за нашу родину, за Россию. И то, что с ней творят наши, так сказать, власти, все ведет к тому, что нас просто уничтожают. Я стою с плакатами и прощу прощения у нашего последнего царя за то, что нам досталась великая держава. Население приросло за время правления Николая Второго на 60 миллионов. Были разработаны план Гойл-Ро. Первый автомобиль, первая подводная лодка. В 2012 году было принято постановление о обязательном начальном бесплатном образовании. У нас в городе Новосибирске были построены четыре школы, реальное училище. А мы не смогли сохранить Россию вот в ту великую, ту прекрасную страну, которая кормила хлебом весь мир. И потом еще с 1920 года Амар Хаммер вывозил эшелонами богатства, которые выгребали из церквей, из частных коллекций вплоть до нашего времени. И я считаю, что нам нужно помнить, что мы русские, что мы православные. И что должны любить свою страну, болеть за нее и сделать все, чтобы она снова стала великой, чтобы не было столько лжи, сколько за эти годы. Чтобы было нормальное образование и чтобы, наконец, была решена демографическая проблема. И чтобы мы были достойны своей страны. Дорогие друзья, мы напоминаем, что буквально в этом месяце министр Силуанов Финансов прородил такую фразу в Государственной Думе, что средняя зарплата россиян Российской Федерации 74 тысячи рублей, а по Московской области 150 тысяч рублей. Мы выпустили несколько роликов на эту тему и получили ответы со всей России, комментарии. Сегодня хотелось бы зачитать несколько комментариев. Допустим, по словам Силуанова, люди путешествуют на тысячу рублей. Следующий. Заработная плата слесаря 27 тысяч, а последние два месяца добавили и стало 34 тысячи. Урал. По словам Силуанова, пенсионеры уже давно путешествуют, так что они просто потешаются над нами. Комментарий следующий. Они путешествуют в мусорных баках. Просто 14 тысяч рублей. Сытый, голодному не верит. А зарплата 30-35 тысяч, блин. У Сильяна, как вот тут они его переговаривают, полтора миллиона, а пенсия 12 тысяч. Доктор на заводе, мой муж, пятый разряд, получает 40-45 тысяч. И это нормально. Ну если, вот хороший комментарий. Ну если олигарх ест мясо, то пенсионер листья капусты. А в общем они едят голубцы. У меня при стаже 50 лет 24 тысячи. Как врать можно? Вот хороший комментарий. Молитесь за правительство, как велел Господь, чтобы приходили богобоязные люди. Орел. 12 тысяч. Механик. Бред сивой кобылы. Нет таких зарплат. Моя зарплата 21 500 тысяч рублей. Калужская образ. Коротко. 26 тысяч рублей. Мне 71 год. Я вынужден работать. Получаю 10 тысяч рублей. Это в Подмосковье. Жить здесь нельзя. Это вранье. Уже замучило. В Хабаровске у рядовых 20-25 тысяч. Работаю в охране. На заводе. Зарплата 23-25. Дворники 12. Слесарь сантехники 20. Волгоград. Брехня. В АКД. 13 тысяч рублей. Народ в селе умирает. Скоро пахать некому будет. Они обманывают. Вот наши земляки пишут. Сибирь. Пожарная охрана. 25 тысяч рублей. Они рискуют жизнью. Это Новосибирская область. Пенсия 15 тысяч. ЖКХ 5 тысяч. Лекарства. Как жить? У нас в Приморье 20-30 тысяч. Вот такие у нас на Дальнем Востоке зарплаты. Коротко и ясно. Кто-то написал. 28 тысяч. Друзья. Вот продолжите вот эти комментарии со всей страны. Я вот обращаюсь. Россияне. Коротко и ясно напишите. Зарплата. Кем работаете. Какой стаж. И город. Населенный пункт. И пенсионеры. То же самое. Какая у вас пенсия. Кем вы работали. Какой у вас стаж. И населенный пункт. Хотелось бы собрать информацию. Какие у нас зарплаты и пенсии со всей России. Спасибо. Ждем ваши комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok